Из Удмуртии с любовью. На Волге театральный свой спектакль показал Ижевский драматический театр. Я, Марьяна Мирная, расскажу вам о нем. Легкая комедия без претензий на серьезность. Так отозвался о собственном спектакле его режиссер Петр Шерешевский. Ведь комедия не его профиль, но иногда, как говорится, и палка стреляет. Хозяин мой зовется Федерико Распони из Тулина. Он явился. Пошел отсюда. Вон. А почему? Сеньор Распони Федерико умер. Так да. Хозяин умер. Да. Очень жалко. А я его сейчас живым оставил. Это очень большой сюрприз. Потому что этот спектакль, это, конечно, такой любимый, но компромисс. И он ни в коем случае не фестивальный. Это спектакль, который... Я тогда был главным режиссером этого театра, и меня очень попросила директор сделать к юбилею театра спектакль-праздник, чтобы все чиновники не сердились, а радовались. И я, скрипя сердце, сказал, ну хорошо. И сделал спектакль-праздник. И то, что именно его взяли на фестиваль, для меня прям загадка. Слуга двух господ. Известная пьеса и с успехом шла на многих сценах. И в отличие от режиссера, актеры считают, что спектакль очень даже фестивальный. Ну, шутить тоже надо, веселиться тоже надо. И мне кажется, это очень такой легкий спектакль. Ничего там не нужно, никаких подтекстов, смыслов искать. Просто прийти, отдохнуть, веселиться, пошутить и все вместе потанцевать. К выходу на сцену актеры готовятся с особенным настроением и сетуют на то, что, показав себя, не успеют посмотреть других. Актерское волнение лично у меня всегда присутствует. Это какой-то адреналин, драйв перед спектаклем. И, ну, мне кажется, это хорошо, это должно быть всегда, и тем более на гастролях. К сожалению, что вот именно на этом фестивале не имеем мы возможности посмотреть других коллег своих из других театров. А вообще фестиваль, он, ну, это потрясающе. Это как-то заряд новый, как-то эмоциональный подъем. Это возможность какой-то трепет ощутить, взбодоражить себя, как-то зрителя посмотреть, услышать, какой зритель другой фестивальный в другом городе. Понравиться зрителям – это одно, но нужно еще и жюри зацепить. Фестиваль конкурсный, и все театры желают завоевать награды. Профессионалы должны знать, в каком направлении им двигаться, какие у них ошибки, какие проблемы. И это может им указать доброжелательная критика. Поэтому наши обсуждения всегда проходят в понимании, в хорошей атмосфере. Талант никогда не зависит от географического положения. Он зависит от коллектива единомышленников, от лидера театра. И тогда вдруг неожиданно происходит открытие. До конца фестиваля осталось всего три дня, после чего на торжественном закрытии жюри объявит, кто, по их мнению, стал лучшими в этом году. Не прощаюсь. Увидимся завтра в дневнике «Волги Театральной».